Мы все это знаем. Каждый день приходится принимать решения. Как лучше всего при этом действовать? Аналитически? Играючи? Интуитивно? В общем-то, не важно. Главное – осознанно выбрать путь. Собственный. Porsche Intelligent Performance. Только так можно с абсолютной точностью довести дело до логического завершения. Задача, поставленная перед дизайнерами новых моделей Каен, была изна. Необходимо создать эталон. Настоящий Porsche. Внешний вид новых моделей Каен позволяет с первого взгляда понять их характер. Вот передняя часть. Чистая решимость. Ее линии сразу привлекают внимание. Яркий элемент – выступ на капоте. Особенно четко он выражен у нового Каен Турбо. Эффектная передняя часть имеет удлиненную форму и напоминает о гоночных автомобилях Porsche 60-х годов. Передние крылья выделяются на общем фоне и подчеркивают приталенность боков. Также типично для спортивных автомобилей – профиль новых моделей Каен с плавным купеобразным силуэтом. В салоне обращает на себя внимание наклонная центральная консоль. Ее дизайн навеян линиями консолей у Панамера и Карера ГТ, тоже спортивных автомобилей. Таким образом, дизайн стал еще более типичным для Porsche. А масса, аэродинамика, эффективность – тут также были приняты креативные решения. Новые модели Каен более спортивные и эффективные, чем когда-либо. И легче. По сравнению с предыдущими моделями снижение массы составляет до 185 килограмм. Варианты привода пяти моделей. От нового Каен-Дизель, новых бензиновых Каен, Каен-С и Каен-Турбо, до нового Каен-С-Гибрид. Уже в 1900 году Фердинанд Порше сконструировал первые серийные электрические и гибридные приводы для Лонер Порше. В конструкцию параллельного полного гибридного привода нового Каен-С-Гибрид входит электромотор, который поддерживает трехлитровый компрессорный двигатель V6 для большей эффективности. При этом компрессорный двигатель выдает 245 киловатт или 333 лошадиные силы, мощность электромотора составляет 34 киловатт или 47 лошадиных сил. Таким образом, силовой агрегат по мощностным характеристикам практически соответствует двигателю V8. Совокупная мощность обоих агрегатов составляет 279 киловатт или 380 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент – 580 ньютон-метров. Разгон с места до 100 километров в час занимает 6,5 секунды. Максимальная скорость – 242 километра в час. Электромотор системы параллельного полного гибридного привода интегрирован непосредственно в трансмиссию. Это обеспечивает многочисленные преимущества для водителя и окружающей среды. При умеренном ускорении и низкой скорости автомобиль приводится в движение только с помощью электромотора. Например, для проезда жилого квартала на одном электроприводе. К тому же электромотор может обеспечить увеличение тяги для более спортивного ускорения. Кроме того, электромотор может работать в режиме генератора и обеспечивать рекуперацию энергии торможения. Батареи заряжаются. Это дополнительно снижает вредное влияние на окружающую среду. Дополнительная экономия энергии – движение накатом с выключенным двигателем внутреннего сгорания. Тем самым гибрид обладает преимуществами и за пределами города, так как многие участки дороги можно преодолеть накатом, без использования какого-либо привода. Цветной TFT-дисплей на комбинации приборов информирует о распределении энергии. Дополнительная информация отображается на доступной в качестве опции системе PCM – Porsche Communication Management. Новый «Каен-Дизель» оснащается трехлитровым турбодизельным двигателем V6 мощностью 176 кВт или 240 л.с. при 4000-4400 оборотах в минуту. Непосредственный впрыск топлива осуществляется системой Common Rail. Двигатель выдает максимальный крутящий момент – 550 Нм, который доступен уже при 2000-2250 оборотах в минуту. Максимальный разгон – 218 км в час. Разгон от нуля до 100 км в час – 7,8 секунды. Расход топлива – всего 7,4 литра на 100 км, что на 20% меньше предшествующей модели. Новый «Каен-Дизель» оснащается атмосферным двигателем V6 с рабочим объемом 3,6 литра, системой непосредственного впрыска бензина Direct Fuel Injection, DFI и регулировкой распредвалов на впуске и выпуске. Его характеристики – 220 кВт или 300 л.с. при 6300 оборотах в минуту и максимальный крутящий момент – 4000 Нм при 3000 оборотах в минуту. Максимальная скорость составляет 230 км в час. Разгон до 100 км в час занимает 7,5 секунды. И это при расходе топлива всего 9,9 литра на 100 км с Типтроник С, что на 20% меньше предшествующей модели. Новый «Каен-С» приводится в движение атмосферным двигателем V8 с рабочим объемом 4,8 литра, системой непосредственного впрыска бензина Direct Fuel Injection, DFI и системой VarioCom+. Максимальная мощность – 294 кВт или 400 л.с. при 6500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 500 Нм при 3500 оборотах в минуту. Максимальная скорость – 258 км в час. Разгон до 100 км в час – 5,9 секунды. Расход топлива равен всего 10,5 литрам на 100 км. Это на 23% меньше предшествующей модели. Новый «Каен-Турбо» оснащается двигателем V8 с рабочим объемом 4,8 литра, системой двойного турбонаддува, системой непосредственного впрыска бензина DFI, VarioCom+, и системой охлаждения наддувочного воздуха. Он выдает 368 кВт или 500 л.с. при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент – 700 Нм – доступен в диапазоне от 2250 до 4500 оборотов в минуту. Максимальная скорость – впечатляющая 278 км в час. На разгон с места до 100 км в час требуется всего 4,7 секунды. Расход топлива на 100 км – 11,5 литров, что на 23% меньше аналогичного показателя предшествующей модели. Не в последнюю очередь благодаря снижению массы автомобиля на 185 кг. Система непосредственного впрыска топлива бензиновых двигателей осуществляет непосредственный и дозированный с точностью до миллисекунд впрыск топлива в камеру сгорания с помощью электромагнитных форсунок для оптимального смесеобразования и эффективного сгорания топлива. Результат – высокая мощность и высокий крутящий момент. При сравнительно низких показателях токсичности отработанных газов и расхода топлива. Функция «Автостарт-стоп» дополнительно снижает расход топлива. Если вы останавливаетесь и при этом оставляете ногу на педали тормоза, система автоматически глушит двигатель. В зависимости от таких параметров, как уровень заряда батареи, наружной температуры или крутистной склона, как только вы отпустите педаль тормоза, двигатель снова запускается. Новая восьмиступенчатая коробка передач Tiptronic S динамично передает мощностной потенциал новых моделей «Каен» на дорожное полотно. Или на бездорожье. На новом «Каен С-Гибрид», новом «Каен Дизель», новом «Каен С» и новом «Каен Турбо» она устанавливается серийно. В зависимости от профиля дорожного полотна и стиля вождения она автоматически выбирает подходящий режим движения от экономичного до спортивного. Осознанные решения требуют опыта, точности и правильного расчета. Это как раз актуально при такой высокой динамике, которую в состоянии обеспечить новые модели «Каен». Все новые модели «Каен» оснащаются системой управления тяговым усилием «Форше» PTM. PTM новых «Каен», «Каен С» и «Каен Турбо» включает в себя активный полный привод с электронно-регулируемой многодисковой муфтой, систему имитации блокировки дифференциалов ABD и противобуксовочную систему ASR. PTM оптимально распределяет тяговые усилия в любой дорожной ситуации для динамичной езды по прямой, в поворотах и на поверхностях с разными коэффициентами сцепления, а также при движении с прицепом по рыхлому, илистому или скользкому покрытию. С помощью переключателя на центральной консоли можно на 100% заблокировать межосевой дифференциал, а в сочетании с опциональной системой «Порше Торк Векторинг Плюс» ПТВ Плюс дифференциал задней оси для еще большей тяги в условиях тяжелого бездорожья. PTM нового «Каен С» гибрид и нового «Каен Дизель» располагает самоблокирующим межосевым дифференциалом ABD и ASR. Дополнительно PTM включает в себя систему беступенчатого распределения момента на задней оси. Серийная для всех новых моделей «Каен» система помощи при спуске с горы «Порше Хилл Контроль» PHC. Данная система активируется с помощью переключателя на центральной консоли. При спуске с крутой горы поддерживается постоянная скорость, которую можно отрегулировать в диапазоне от 3 до 30 км в час. Опционально для нового «Каен», нового «Каен С» и нового «Каен Турбо» «Порше Торк Векторинг Плюс» ПТВ Плюс. ПТВ Плюс — это новая система для увеличения динамики движения и устойчивости. Она работает вместе с системой распределения крутящего момента на задних колесах, а также с электронно-регулируемой блокировкой заднего межколесного дифференциала. При динамичном стиле вождения вместе с поворотом рулевого колеса система слегка притормаживает внутреннее колесо в повороте. Тем самым на внешнее колесо в повороте подается больше крутящего момента, что позволяет заправить автомобиль в поворот. Результат — непосредственное и динамичное прохождение поворотов. Электронно-регулируемая многодисковая муфта блокировки заднего межколесного дифференциала в зависимости от необходимости распределяет крутящий момент на колесах для лучшей тяги и устойчивости на высоких скоростях, в скоростных поворотах, а также при пробуксовке колес на бездорожье. Новые модели Cayenne опционально оснащаются активной подвеской Porsche PASM для электронной регулировки жесткости амортизаторов. Она активно и непрерывно регулирует жесткость амортизатора каждого колеса в зависимости от состояния дорожного полотна и стиля вождения. Водитель может выбрать три режима работы ходовой части — комфортный, нормальный и спортивный. PASM всегда остается активной. Тем самым она повышает устойчивость, безопасность и комфорт. Новый Cayenne Turbo серийно оснащается пневмоподвеской с PASM. Для всех других моделей Cayenne она доступна в качестве опции. Данная система позволяет выбрать шесть различных уровней автомобиля. С помощью переключателя вы можете активно регулировать дорожный просвет, устанавливая автомобиль на уровень для тяжелого или обычного бездорожья, нормальный, низкий уровень и уровень для загрузки автомобиля. Особо низкий уровень автоматически устанавливается при достижении скорости 210 км в час. В сочетании с пневмоподвеской, включая PASM для нового Cayenne, нового Cayenne S и нового Cayenne Turbo, в качестве опции предлагается система динамического подавления кренов Porsche — PDCC. Она дополнительно увеличивает исключительную устойчивость и управляемость новых моделей Cayenne. Система активного подавления кренов уже в самом начале регистрирует боковой крен автомобиля при прохождении поворота и значительно снижает его. Для стабилизации поперечной устойчивости автомобиля и неподвижности кузова во время движения, а также для максимальной тяги и высокого комфорта. На дорогах и за их пределами. Все новые модели Cayenne оснащаются колесными дисками нового дизайна. Серийно для нового Cayenne и нового Cayenne Diesel — новые 18-дюймовые диски Cayenne. Серийно для нового Cayenne S и нового Cayenne S-гибрид — новые 18-дюймовые диски Cayenne S3. Серийно для нового Cayenne Turbo — новые 19-дюймовые диски Cayenne Turbo. Для всех моделей в качестве опции доступны другие диски с размерностью до 21 дюйма. Чем более осознанным являются решения, тем более четким должно быть представление о его последствиях, чтобы можно было отреагировать более эффективно. Новые модели Каен оснащаются тормозной системой с шестью поршневыми алюминиевыми моноблочными фиксированными суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади. Тормозные диски всех моделей имеют внутреннюю вентиляцию. Для постоянно высокой эффективности торможения даже при длительном использовании. На новых Каен и Каен Дизель передние тормозные диски имеют диаметр 350 мм, задние – 330 мм. Суппорты окрашены в черный цвет. На новом Каен С и на новом Каен С Гибрид передние тормозные диски имеют диаметр 360 мм, задние – 330 мм. Суппорты окрашены в серебристый цвет. С учетом высокой мощности тормозные диски нового Каен Турбо имеют еще больший диаметр – 390 мм спереди и 358 мм сзади. Тормозные суппорты окрашены в красный цвет. Новый электрический стояночный тормоз обеспечивает высокий комфорт и безопасность. Если вы начинаете движение с активированным стояночным тормозом, то он будет отключен автоматически. Функция помощи при трогании на подъеме позволяет трогаться в гору без скатывания автомобиля назад. В качестве опции доступны испытанные в автоспорте керамические композитные тормоза Порше – PCCB. Тормозные суппорты данной системы окрашены в желтый цвет. Тормозные диски оснащены перфорацией и имеют еще большие размеры. Диаметр тормозных дисков на Каян Турбо составляет 410 мм спереди и 370 мм сзади. На других моделях – 390 мм спереди и 370 мм сзади. Основным преимуществом PCCB является крайне низкая масса тормозных дисков. Они примерно на 50% легче чугунных дисков аналогичной размерности. Это означает более низкие неподрессоренные вращающиеся массы. Для лучшего сцепления с дорогой, более высоких показателей замедления и лучшей плавности качения. Кроме этого, система PCCB обладает крайне высокой стойкостью к снижению эффективности торможения благодаря постоянно высокому коэффициенту трения. Все новые модели Каен серийно означаются модернизированной системой контроля курсовой устойчивости Порше – PSM – автоматической системой регулирования для стабилизации автомобиля в предельном динамическом диапазоне. Если вы резко убираете ногу с педали акселератора, то система PSM регистрирует это и приводит тормозную систему в состояние повышенной готовности. Система предварительного создания давления в тормозах увеличивает давление в системе. Система помощи при торможении в случае определения аварийного торможения моментально создает необходимое для максимального замедления тормозное усилие. Кроме того, благодаря взаимодействию опционального круиз-контроля и PSM при уменьшении дистанции до впереди идущих транспортных средств давление в тормозной системе предварительно увеличивается для повышения готовности автомобиля к торможению. Если дистанция продолжает сокращаться, то водителя дополнительно предупреждает об этом легкий рывок. Для торможения на рыхлом покрытии система ABS имеет специальные настройки. Благодаря кратковременному блокированию перед колесами образуется тормозной клин, который сокращает тормозной путь автомобиля. Полноразмерные подушки безопасности входят в базовую комплектацию, так же, как и система защиты при боковых столкновениях Porsche POSIP. Она включает в себя подушки для защиты грудной клетки в боковых валиках передних сидений и шторки безопасности по всей длине рамы крыши и у всех боковых стекол от стойки А до стойки С, а также защиту от боковых столкновений в дверях. Боковые подушки безопасности в задней части салона доступны для всех новых моделей Cayenne в качестве опции. Новый Cayenne, новый Cayenne-дизель, новый Cayenne-S и новый Cayenne-S-гибрид серийно оснащаются галогенными фарами с ручным корректором и дальним светом с отражателями. Для оптимального освещения дорожного полотна. Дополнительно все модели означаются светодиодным дневным светом. В новых задних фонарях для всех функций используются светодиодные элементы для крайне быстрого отклика и высокой яркости. Одним словом, для большей безопасности. Адаптивные светодиодные стоп-сигналы новых моделей Cayenne в случае экстренного торможения увеличивают яркость свечения. Это позволяет едущему сзади участнику движения быстрее распознать критическую ситуацию. Третий стоп-сигнал интегрирован в спойлер на крыше. Новый Cayenne-Турбо оснащается биксеноновыми фарами с дополнительными галогенными фарами, омывателями и автоматическим динамическим корректором. А также системой Porsche Dynamic Light System – PD-LS. Для всех остальных новых моделей Cayenne данные фары доступны в качестве опции. Явное преимущество – они в два раза ярче галогенных ламп и обеспечивают равномерное освещение дорожного полотна. Система Porsche Dynamic Light System – PD-LS серийно устанавливаемая на Cayenne-Турбо и в качестве опции на все остальные модели включает в себя три функции. Динамическая система освещения поворотов поворачивает фары в зависимости от угла поворота рулевого колеса и скорости в повороте. Статическая система освещения поворотов активирует дополнительные фары для освещения крутых поворотов или при съезде с дороги. Работающая в зависимости от скорости система управления ближним светом изменяет дальность ближнего света на высоких скоростях. Это увеличивает обзор без ослепления встречного потока. Подключаемая функция освещения для плохой погоды снижает блики при езде в сложных погодных условиях. Световой пучок ламп ближнего света становится шире, а его высота уменьшается. Яркость снижается. Это улучшает обзор и одновременно с этим снижает ослепление встречного потока. Разве это не хорошо, если решения принимаются осознанно? Если они оставляют достаточно свободы действий? Конечно, хорошо, по крайней мере, если речь идет о Порше. Салон новых моделей Кайен имеет полностью новое оформление. Спортивный, динамичный, с четкими линиями. И новые обширные гаммы цветов и материалов. Комфортные сидения с удобной электрической регулировкой по восьми направлениям позволяют расслабиться в автомобиле. Они входят в базовую комплектацию нового Кайен, нового Кайен Дизель, нового Кайен С и нового Кайен С-Гибрид. По желанию можно заказать комфортное сидение с регулировкой по 14 направлениям и с комфортным пакетом памяти, включающим в себя поясничный подпор, функцию увеличения длины подушки сидения и рулевую колонку с электрическими регулировками. Серийно для нового Кайен Турбо и опционально для всех остальных новых моделей Кайен адаптивные спортивные сидения с комфортным пакетом памяти, включая электрорегулировку рулевой колонки. Они дополнительно оснащаются электрически регулируемым поясничным подпором, функцией увеличения длины подушки и регулируемыми боковыми валиками подушки и спинки для большего комфорта и спортивности. На заднем сидении могут комфортно разместиться до трех человек. Оно перемещается в продольном направлении на 160 миллиметров. Наклон спинки также регулируется для большего пространства для ног задних пассажиров или большего багажного пространства. Багажный отсек новых моделей Кайен с легкостью вмещает 670 литров. Заднее сидение можно легко сложить и тем самым увеличить объем багажного отсека до 1780 литров. Опционально задняя крышка с автоматическим приводом. Опциональная система организации багажного пространства предназначена для рационального размещения и фиксации предметов, включая разделительную сетку между багажным отсеком и сиденьями. Максимальная нагрузка на тягу с цепной устройства составляет 3500 килограмм при езде с прицепом, оснащенным тормозами. По желанию оно доступно в варианте с электроприводом или в съемном исполнении. Новый Кайен Турбо серийно оснащается коммуникационным центром Форше – PCM, включая навигационный модуль. PCM – это центральная информационная и коммуникационная система. Она позволяет управлять магнитолой, проигрывателем CD-DVD, настройками звука, бортовым компьютером или навигационным модулем с быстрым жестким диском. Центральным элементом является 7-дюймовый цветной дисплей высокого разрешения с функцией «тачскрин» и интуитивным управлением. А с помощью системы голосового управления вы можете комфортно управлять всеми важными функциями PCM. По желанию можно заказать универсальный аудиоинтерфейс с разъемом AUX и USB, например, для подключения к автомобилю плеера iPod. В качестве опции для всех новых моделей Cayenne – ветровое стекло с обогревом. Опциональный круиз-контроль регулирует заданную скорость в диапазоне от 30 до 210 км в час в зависимости от расстояния до впереди идущего автомобиля. При необходимости система ускорит автомобиль, сбросит газ или плавно затормозит автомобиль при распознавании торможения впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки. Это снимет нагрузку с водителя прежде всего в поездках на длинные расстояния. Опциональная система помощи при перестроении контролирует боковую область за автомобилем и при скорости более 30 км в час предупреждает водителя о наличии автомобиля на соседней полосе с помощью визуального предупредительного сигнала. Яркая вспышка светодиодов предупреждает водителя при включении указателя поворота, что в мертвой зоне находится автомобиль. Серийна для нового Cayenne Turbo и опциональна для всех остальных новых моделей Cayenne система помощи при парковке. Она с помощью звукового сигнала и визуальной индикации предупреждает о препятствиях за автомобилем и впереди него. Опциональная система заднего вида путем вывода на дисплей PCM цветного контрастного изображения с динамическими направляющими линиями обеспечивает контролируемую точную парковку задним ходом или маневрирование, например, для того, чтобы подсоединить прицеп. Соответственно мощному звуку двигателей новых моделей Cayenne серийна для нового Cayenne Turbo и опциональна для всех остальных новых моделей Cayenne система Bose Surround Sound с 14 динамиками и мощностью 585 Вт. Еще более эксклюзивный выбор – опциональная аудиосистема Burmester High-End Surround Sound с технологиями высокого уровня, используемыми в домашней аудиотехнике Burmester класса High-End. Результат – активная система мощностью свыше 1000 Вт с 16 динамиками и 16 каналами только с одной целью – для идеального звучания. Но вы и не ждали от нас ничего другого. Легче, безопаснее, комфортнее и прежде всего сниженный расход топлива. Нам пришлось принять много решений. И все решения находятся в полном соответствии с Porsche Intelligent Performance. И именно по этой причине одно было ясно с самого начала. Логотип Porsche на капоте останется нетронутым. Новые модели Каен. Умение удивлять.